Иван Проханов Боюсь сказать, это великий человек, который стоял у истоков евангельского движения. И одна из его главных задач было изменение общества, влияние на общество, понимание окружающей ситуации и донесение до них, до людей всеми возможными способами Евангелия. Это знаменательное событие. Мы верим, что совместное празднование, мы верим, что когда мы будем говорить о его наследии творческом, наследии библейском, мы объединимся вместе. Мы просто покажем, что мы вместе, что есть люди, которые стояли у истоков евангельского движения. И этому посвящена встреча сегодня оргкомитета. Организационный комитет одобрил декларацию о проведении празднования, а также призвал всех принять участие в этом значимом проекте, как для Евангельского общества России, так и для всей общественности страны. На 2018-2019 годы запланированы торжественные научно-исследовательские и мемориальные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии и других субъектах Российской Федерации. Парханов был и поэт, и писатель, и издатель, замечательный религиозный деятель. И не только религиозный, но и сегодня признан как выдающийся и государственный деятель. Потому что он повлиял не только на религиозное развитие в России, но и на церковно-государственные отношения, на законотворческое. Он инициировал очень много общественных движений, поэтому следы оставил очень яркие. И в честь него провести праздники, концерты, научно-практические конференции нужно, полезно. Сегодня мы об этом говорили, поэтому это очень продуктивная и полезная была встреча. Замечательное время, встреча была очень продуктивная. Мы входим во время празднования. Это то, что может каждого из нас, члены евангельского сообщества, евангельских союзов России, может нас захватить, и мы можем в этом принять активное участие. Простой верующий в любой поместной церкви может принять это как свой праздник, как то время, в течение которого будет отдаваться Господу и людям, которые живут вокруг нас, все самое лучшее. Информационное бюро «Спектр», Москва.